Дорогие друзья, сотрудники Соломбальской библиотеки имени Бориса Викторовича Шеркина предлагают вашему вниманию посмотреть видеопрезентацию «Поморская деревня посреди города». А речь пойдет о Кемском поселке. Кемский поселок – это часть Архангельска, расположенная в Соломболе. Соломбальское селение было присоединено к Архангельску в 1863 году. Кемским его стали называть по имени Кемской улицы, и название это быстро прижилось. С течением времени Кемский поселок примкнул к первой соломбальской деревне, вытянутой вдоль реки Соломбалки и Кузнечихи. В поселок ведут несколько мостов. Из них только один автомобильный, остальные – узенькие пешеходные, и есть даже один подвесной. В советские времена Кемский поселок находился в ведении судоремонтного завода «Красная кузница», расположенного в Соломболе на берегу главного русла Северной Двины. А вот завод «Красная кузница» находился на месте соломбальской верфи, основанной еще в 1693 году царем Петром I. А вот сами кораблестроители жили как раз в Кемском поселке. О том, что здесь жили веками судоремонтники и кораблестроители, говорят и названия улиц – литейная, корпусная, фрезерная, якорная, лодочная и еще плещут волны. Сегодня Кемский поселок – это около 42-этажных и множества частных одноэтажных деревянных домов. Здесь нет памятников архитектуры, но зато сохранилась традиционная застройка. На реке небольшие деревянные причалы, плотики, к ним привязаны лодки и катера. Бывают соломбалки, по старинке полощат с них белье. Весь костяк поселка до недавнего времени составляла сплошная деревянная одно- и двухэтажная частная застройка домами середины прошлого века и ранее. И лишь последние годы начали возводиться современные кирпичные коттеджи и каменные здания. По поселку и его окрестностям хорошо прогуляться днем на неделе, когда весь народ схлынул на работу и по делам в город, и старинные улочки с деревянными домами в ряд замерли в полудреме в ожидании своих хозяев. Не менее приятно прогуляться по поселку зимой. Неровности дорог смягчены слоем снега, отчего ходить даже удобнее, чем летом. А снежные пейзажи, подсвеченные фонарями, похожи на сказочные. В прежние времена в деревянной домике скрывались тени тополей, берез, осин, черемух, а из кустарников радовали урожаем своим малина и смородина. Зато сейчас в палисадниках соломбальцев можно увидеть кедры, дубы, клены, яблони, груши, сливы, сирень, калину, жимолость, актинидию и другие диковинные растения. А местные представители кошачьих живут своей насыщенной жизнью. К радости ребятишек на улицах можно встретить даже козу и с разрешения хозяев покормить ее. Чем тебе неконтактный соопарк? Кемский поселок живет своей жизнью и продолжает радовать архангелогородцев и гостей своим спокойствием и размеренностью. Хорошо устроиться где-нибудь на деревянных мостовых вдоль одной из речек, пронизывающих поселок и смотреть на холодную прозрачную воду в обрамлении старых берез и на время отключиться от городской суеты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok